Всем привет, уважаемые партнеры проекта «Бизнес-модель 21 века». И в этом видео я хочу рассказать, как создать форму регистрации для более профессионального вовлечения людей в ваш проект, в ваш филиал. Было первое видео когда-то, но сейчас немножко изменился интерфейс, и я хочу вас научить создавать по-новому. Итак, давайте для начала посмотрим, куда нам надо зайти. И для начала вам нужно будет зайти на сам Google сайт. Здесь у вас есть такая штука. Я вам рекомендую зарегистрироваться, чтобы вы могли зайти в свой профиль. Ну вот сюда, да, нажмете «Войти» или «Добавить аккаунт». Вы сюда зайдете, и сможете здесь уже зайти на свой Google диск. Главное, чтобы у вас был вот здесь Google, да, то есть поисковик Google. Зашли вы на свой Google диск, да, вот он так вот выглядит. Ну вот, я создал себе папку «Новая форма регистрации». И теперь я буду создавать документ для регистрации. Мне нужны Google формы. Итак, по какому шаблону, да, мне нужно будет создать? Шаблон находится, вот у меня есть уже готовая форма регистрации. Вот так вот она выглядит. Это моя старая форма регистрации. Я обязательно ссылку старой своей формы прикреплю к этому видео в комментариях. И вы сможете потом, так же как я, просто копировать и быстро создать свою форму. Все очень просто. Ничего сложного. Вот таким вот образом просто добавляете. Но самое важное, когда будете делать вопрос, да, вот вам нужно будет сделать вот фамилию, имя, отчество. И обязательно, чтобы это был вопрос обязательным. Так. Фамилия. Фамилия. Указываете ответ в виде текста. Делаете вопрос важным. Чтобы добавить следующую строку, вам потребуется просто добавить вопрос. Вы его добавили. Тут уже имя и отчество. Опять выбираете один из текста. Дальше опять обязательный вопрос. Есть немножко другие вопросы, такие как, например, дата рождения. Дата рождения. Вот, чтобы поставить дату рождения, вам обязательно нужно будет выбрать не то, что мы делали раньше, строка, а выбрать именно дату, чтобы указывалась дата. Есть, к примеру, такой вопрос, как серия и номер паспорта. У многих людей возникают вопросы, зачем нужны номер и серия паспорта. Я отвечаю. Серия и номер паспорта нам нужны обязательно для того, чтобы мы могли официально человека зарегистрировать. Потому что человека можно зарегистрировать один раз. Если он активен, то его нельзя зарегистрировать повторно. Без паспортных данных нет подтверждения личности. Как это объяснить людям? Если вы скидываете в форму регистрацию человека, и он ее заполняет, важно обязательно указать подсказку. В подсказке мы записываем вот такой вот ответ. То, что паспортные данные – это для того, чтобы успокоить человека, чтобы он не запутался и не задавался таких вот вопросов. Вдруг они оформят кредитом или еще что-то. Просто делаем подсказку. Тут указываем серия и номер. Также есть еще один из таких ответов. Я сейчас не буду вам показывать все, хорошо. То есть вы это уже знаете, как делать. Если хотите сделать вот такой вот комментарий, это называется подсказка. Добавите, находится она вот здесь. Еще раз покажу. Если вы хотите сделать последний вопрос. «Согласие на получение информационной рассылки». Обязательно делайте вот таким вот образом. Смотрите. Делайте вариант «Я согласен». Тоже важный вопрос. Можете делать неважный вопрос. В принципе, все. Дальше. Смотрите. Вы можете обязательно… Вы можете изменить цвет, к примеру. Да, вы можете изменить там разные свои данные, что вам потребуется. Можете, наверное, даже изменить темы. Ну, можете поковыряться здесь и так далее. Сейчас давайте мы примерно посмотрим, как это будет выглядеть, моя форма регистрации. Вот таким вот образом она будет выглядеть. Как отправить эту форму регистрации и как посмотреть данные, заполненные по форме регистрации. Смотрите. Нажимаете кнопку «Отправить». Нажимаете вот сюда вот ссылочка. Короткий URL. И сохраняете эту ссылку в каком-нибудь у себя документе. И потом скидываете людям просто сообщением для того, чтобы человек заполнил форму регистрации. Как будут приходить ответы? Ответы будут приходить вот так вот. Нажмете сюда. Вот здесь вот видите, да? Вам нужно будет нажать на кнопку «Создать таблицу». Напишите «Новая форма регистрации. Создать». И теперь вот здесь будут приходить данные. Теперь я захожу к себе, например, в Google Диск. Да, вот, посмотрите. Вот мои ответы. Вот моя форма для редактирования. А если я захочу кому-то отправить, я просто отправлю ему вот эту ссылку, которую я вам показал. Короткий URL. В принципе, все. Ничего сложного. Ответ у вас будет потом собираться. Вы сможете отслеживать. Вот посмотрите. 173 ответа, да? То есть люди, в принципе, заполняют все отлично. Так. У меня на этом все. Я хочу вам пожелать, самое важное, это набраться терпения, профессионального опыта и зарабатывать большие деньги, как мы. Всем большое спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok